Когда я впервые прочитал о фильме «Ука Марта мертва» в психологическом триллере, в котором вы играете за молодую девушку в Италии 1940-х годов, когда она расследует убийство своей сестры-близнеца, я абсолютно не мог устоять. Тем более, когда трейлеры игрового процесса намекали на темы ужасов. История звучала по-настоящему убедительно, а обстановка и атмосфера казались невероятно уникальными. Истинный вопрос в том, соответствует ли смерть Марты Шумихи. К сожалению, она немного плоская, и то, насколько она была близка к тому, чтобы стать шедевром, это то, что подвело ее больше всего. Марта мертва. Действие происходит в сельской местности Италии в 1944 году, когда приближается конфликт между немецкими и союзными войсками, ты играешь за Джулию, дочь немецкого генерала, который перевез свою семью в Италию во время войны. Мы начинаем с того, что Джулия фотографирует озеро недалеко от своего дома, когда обнаруживает тело женщины, плавающая в воде. Ее глухая сестра, близнец Марта. Джулия не только является главной героиней, но и рассказывает историю по ходу ее развития, и указывает, что ее мать всегда презирала ее и благоволила Марте. Когда Джулия вытаскивает свою сестру-близнеца из озера, к ней подбегают ее родители. Они узнают, что Марта одета в одно из платьев Джулии, и принимают Джулию за ее сестру-близнеца. В этот момент Джулия не в состоянии исправить их, и заканчивает тем, что неохотно крадет личность своей мертвой сестры. Хотя воспоминания Джулии о том дне не ясны из-за ее травмы. Одно она знает наверняка, кто-то убил ее сестру. В то время как ее родители и военные предполагают, что это политический инцидент, Джулия считает иначе и намеревается найти убийцу как Джулия, ты будешь расследовать это дело. Взаимодействуя с предметами вокруг дома и фотографируя в качестве доказательства. Джулия увлеченный фотограф, и по мере вашего изучения она будет собирать различные дополнения для своей камеры, что расширит спектр снимков, которые вы можете делать, от крупных планов до тепловых изображений. Две ключевые области дома заперты, сейф Марты и детская спальня Джулии. Тебе нужно получить к ним доступ, чтобы раскрыть это дело. Итальянская сельская местность, представленная в Марта из Дэд, потрясающе великолепна. Созданы на Unreal Engine 4, Марта из Дэд демонстрирует несколько красивых визуальных эффектов и невероятную графику для инди-игры. Атмосфера идеальна и местность почти безмятежна, когда вы исследуете дом и территорию вокруг него, с птицами, чирикающими на деревьях, и солнцем золотого часа, проникающим внутрь. Я действительно столкнулся с несколькими графическими сбоями во время прохождения, когда некоторые стены дома не загружали текстуры на протяжении всей игры, а в некоторые моменты более темные области комнат становились совершенно черными, как смоль, и почти невозможно было передвигаться. Однако, это основано на обзорной копии, так что, надеюсь, эти проблемы будут устранены в патче первого дня. Игровой процесс хорош для сюжетной игры. Когда ты взаимодействуешь с определенными объектами, Джулия часто рассказывает тебе о них предысторию, чтобы дать тебе больше информации о ее характере, ее семье и Италии 1940-х годов. Одним из моих главных замечаний к игровому процессу было бы то, что маркеры для взаимодействия с объектами очень маленькие, и их легко пропустить, особенно если у вас не самое лучшее зрение. Звуковой сигнал, подобный тому, который используется в лануар, когда вы приближаетесь к интерактивному объекту, хорошо подошел бы для этого, особенно когда окружающая среда настолько детализирована, что эти маркеры не очень хорошо выделяются. Ты также не можешь выбрать определенные квесты, на которых нужно сосредоточиться, что невероятно затрудняет выполнение квестов, которые не являются частью основной истории, поскольку их целевые маркеры не будут отображаться на карте. Диалог невозможно пропустить, которым можно управлять до тех пор, пока ты случайно не выберешь объект, и Джулиус внезапно не начнет рассказывать об этом. Тогда тебе придется подождать, пока она закончит, пока ты не сможешь двигаться дальше, и в большинстве случаев это ненужная информация. Тебе также не дают возможности просто читать письма, вместо того, чтобы Джулия читала их вслух. Как человек, который читает довольно быстро, я предпочитаю иметь возможность просматривать их сам, а не слушать болтовню Джулии. Некоторые настройки, похоже, также не работают во время некоторых более интенсивных сцен. Ваш контроллер будет вибрировать, если вы его используете. Однако, на PlayStation 5 эта вибрация настолько интенсивна, что на самом деле раздражает и отвлекает от того, что происходит на сцене. Мне даже пришлось положить контроллер на диван, чтобы дать рукам отдохнуть от вибраций, и в результате весь диван начал трястись. Я пытался отключить вибрацию в меню, но игра просто игнорирует это и все равно продолжает. И это еще один момент. Ты не можешь изменить настройки в игре. Ты должен вернуться в меню заголовка, даже если это что-то маленькое. Помимо основной истории, у Марты Мертв также было несколько побочных миссий, которые игрок мог выполнить по карте. Одно из них включает в себя потенциальную помощь в восстанию, частью которого был твой друг, или вместо этого превращения их в твоего отца. Это добавляет немного дополнительной глубины к отправке Марта из Дет во время Второй мировой войны, и похоже, это почти дает игроку возможность исправить тот факт, что отец Джулии — немецкий солдат, которого она слепо поддерживает, заставляя ее предавать его за дело, о котором она не имеет ни малейшего представления. Но помимо этой миссии, поле побочных квестов было добавлено, чтобы увеличить количество предлагаемого игрового процесса. Большую часть времени они кажутся бессмысленными, например, поливать цветы в часовне, или искать насос для своего велосипеда, чтобы вы могли быстрее передвигаться по карте. Это несущественно, ты можешь прекрасно передвигаться пешком, так как карта не очень большая. Помимо изучения территории вокруг Дома Джулии, игровой процесс также включает в себя взаимодействие с роликами, нажимая кнопки, чтобы побудить Джулию выполнить определенные действия. Классическая тактика — снова добавить немного больше взаимодействия с игроками в игру, основанную на сюжете, ради того, чтобы было чем заняться. Я всегда ненавидел такой игровой процесс. Кажется бессмысленным нажимать кнопку, чтобы персонаж что-то поднял или поднял предмет во время ролика. Я бы предпочел, чтобы они просто позволили нам посмотреть, как все разворачивается должным образом. Вдобавок ко всему, Марта из Дэд слишком далеко заходит в игровом процессе, как я объясню ниже. Когда Марта мертва, попала в заголовки газет всего за несколько недель до ее выхода из-за спорного шага Sony по ведению цензуры в игру. Я подумал, что же такого есть в этой игре, чтобы подвергать ее цензуре, а не как в серии Resident Evil, или The Evil Within, или Outlast, или The Last of Us. Часть вторая. Конечно, это не первый раз, когда Sony вмешивается, чтобы защитить невинные глаза своих клиентов. Был короткий период после выхода Devil May Cry 5, когда версия для PlayStation в некоторых регионах была лишена возможности смотреть на голые ягодицы нескольких своих женских персонажей. Их достоинство сохранялось благодаря тактически размещенной вспышке объектива. К сожалению, они не смогли помочь нам выбраться из этого каннибальского заблуждения в лесу, или спасти нас от смущения, когда наши родители вошли, когда мы укладывали наши лобки в Cyberpunk 2077. Но все, что я могу сказать, это то, что, слава богу, мне не пришлось видеть обнаженными некоторых из самых горячих женских персонажей в видеоиграх, потому что это нанесло бы мне гораздо больший шрам, чем преследование гигантского абортированного плода в Resident Evil Village. Все это говорит о том, что я согласен с мнением большинства. Я не согласен с такого рода цензурой, особенно когда речь идет об игре, которая разработана для взрослых и уже получила возрастной рейтинг, основанный на законах страны распространения. Однако, с точки зрения содержания, представленного в Марта из Дэд, я размышляю о своей предыдущей позиции. Когда появилась новость о том, что определенная сцена будет подвергнута цензуре, я предположил, что эти сцены будут полностью удалены. Это не тот случай. Марта Мертва уже дает тебе возможность подвергать цензуре такие сцены и вообще не допускать их в игру. Этот контент включает в себя графические изображения насилия и сцену с изображением аборта. Если ты играешь в игру на PlayStation, эти сцены не вырезаны. Если ты решил играть в игру без цензуры, то вырезается подсказка, позволяющая игроку нажимать кнопки и самостоятельно выполнять эти действия, например, сцена, в которой главный герой видит яркий кошмар. Как он отрезает лицо своей собственной сестры-близнеца, а затем надевает его. Вырезанный контент — это игрок, у которого есть вход контроллера, чтобы использовать ножницы для удаления лица. Это похожий сценарий в одной сцене с участием аборта. В этом случае я согласен с решением Sony. Такие взаимодействия невероятно экстремальны и ненужны. Просто наблюдать за этим было достаточно плохо. На самом деле они снова чувствуют себя прикрепленными, чтобы увеличить ценность шока в ужасе. Я ненавидел эту тактику во второй части последнего из нас, и я ненавидел здесь. Это не просто показывает, что главный герой морально серый, но и заставляет игрока совершать те действия, в которых он на самом деле не нуждается. К сожалению, хотя Марта мертва, история начинается на высокой ноте. Он постепенно снижается в середине игры. Все расследование Джулии с самого начала довольно запутанное. Единственный подозреваемый — это либо Джулия, либо ее мать. Так что выбирай сам. В таинственной игре игроку представлены два возможных подозреваемых, если только вы не верите ее родителям, теории о том, что это был политический ход, который не очень способствует какой-либо интриге, связанной с расследованием. Вдобавок ко всему, Джулия сама собирает подозреваемых. Вдобавок ко всему, то, как Джулия собирает доказательства и использует их для сужения расследования, также вызывает сомнения. В какой-то момент она даже подозревает себя в убийстве Марты, так как ее память затуманена. Итак, она собирает свою роль в фильме со своей фотосессией с того дня и резюмирует, что поскольку есть кадры, на которых она спасает труп своей сестры из озера, у нее не могло быть психотического срыва и убийства ее. Хотя есть недостающие кадры того, как ее сестра действительно была убита. И, как говорит сама Джулия, ее память ненадежна. Ничто из этого не говорит о том, что действия и решения Джулии невероятно расстраивают. В лучшие времена она встречает немецких солдат, преследующих повстанцев по лесу, поэтому решает последовать за ними. О, сюрприз, она ранена. Кто мог это предсказать? Вдобавок ко всему, ее расследование в значительной степени опирается на карты Таро и разговоры с козами. Несмотря на то, что это соответствует итальянскому фольклору, который исследует игра, раздражает, как это включается в расследование, а затем рассматривается как веское доказательство. С этой сценой, где она делает аборт на трупе своей сестры-близнеца и всей этой неожиданной кражей личных данных, я обнаружил, что большую часть времени поддерживаю ее мать. Может быть, этому психу стоит обратиться за профессиональной помощью. Примерно в середине игры стало ясно, что Джулия – ненадежный рассказчик. Ее память о некоторых событиях не ясна, поэтому мы не всегда можем доверять тому, что мы видели ее глазами, или тому, как она говорит, что произошло событие. Я обнаружил, что это одна из величайших движущих сил сюжетной линии. Мы постоянно чувствуем себя неловко на протяжении всей игры. Мы не можем никому доверять или даже полагаться на главного героя. Я хотел бы, чтобы в этом было больше и меньше охоты на призраков. В каком-то смысле Марта мертва, как призрак того, что могло бы стать невероятной игрой. Сюжетная линия похожа на первый набросок чего-то удивительного, что действительно нуждалось в некоторой конкретизации. Нам не помешало бы иметь больше персонажей, больше людей, которых можно было бы подозревать в убийстве, и больше вопросов для размышления. Я чувствую, что в этом могло быть гораздо больше, особенно когда в игре постоянно появляются второстепенные персонажи, о которых говорят, но никогда не показывают. Мы могли бы встретиться со Смотрителем, местным священником, Няней, и все это дало бы нам больше загадок и более развернутую историю для разгадки. Это заставило бы нас подумать, что, возможно, Няня делала это все это время, или, может быть, это был священник или Смотритель. Если бы у нас было больше контактов с повстанцами и другом Джулии и Марты Лапа, возможно, мы могли бы добавить их тоже к расследованию. Марта мертва, все начинается очень хорошо. Это отличное знакомство с персонажем, который сделал ужасный, морально великий выбор. Это действительно интересная обстановка и прекрасная карта для изучения. Мне нравилось исследовать живописные места в сельской местности Италии, а также экспериментировать с фотоматериалами. Ты чувствуешь привязанность к героине и ее любви к сестре-близнецу, поэтому ставки в расследовании кажутся высокими. Единственная проблема в том, что все это ускользает по мере того, как ты продвигаешься дальше, пока не поймешь, что в истории чего-то не хватает. С его невероятным поворотом и захватывающим повествованием, Марта мертва действительно могла бы стать чем-то захватывающим. К сожалению, это не попадает в цель. Я наслаждался этим вплоть до финального акта и играл в нее без остановки в течение двух дней, чтобы выяснить, что произошло, поэтому я бы очень осторожно рекомендовал эту игру. Джесс сделала обзор Марта из Дэд на PlayStation 5 с обзорной копией, предоставленной разработчикам. Спасибо вам всем за то, что посмотрели. Чтобы узнать больше об этом, обязательно найди нас на гаммоластер.ком и подпишись на наш канал YouTube прямо здесь. Поставь нам лайк и прокомментируй, если у тебя есть что-нибудь, что ты хотел бы сказать, или какие-либо вопросы об игре. Обязательно отправляйся в гаммоластер. Приходи посмотреть заполненный спойлерами отзыв Джесс о том, что Марта мертва, включая ее мысли о не очень хорошем финале.